Продолжаем видеообзор, посвященный запискам СРГО из фондов областного историко-краеведческого музея города Семей. Сегодня вашему вниманию представляю шестой выпуск записок СРГО за 1912 год, в который вошли такие работы. Дело по донесению сотника Черемнова о принятии присяги на верность его императорскому величеству Константину Павловичу. Это документ о переходе престола. В деле есть историческое письмо от 14 января 1922 года, где брат покойного императора Николай Павлович отказывается занять престол, буквально вынудил членов Государственного совета принести в придворной церкви присягу на верность его младшему брату, императору Константину Павловичу. Вторая работа – дневник Генезера. Описание ситуации, лежащей около реки Иртыша и какими местами путь продолжается. Это результат топографических исследований экспедиции сначала устья реки Бухтарма, затем обследования берега озера Норзайсан и Верхнего Иртыша. Дневник был написан в 1764 году. Эта работа была предоставлена Семипалатинскому географическому подотделу Герасимову. Он же написал вступительную заметку к работе. В этот выпуск вошла работа Лаврова «Орнитологические бюллетени». Цель настоящей работы – дать по возможности полную картину сезонных явлений в жизни птиц. За три года наблюдения над птицами Лавровым была собрана обширная коллекция птичьих шкурок, которые он отсылал в различные научные учреждения. Следующая работа – ветеринарного врача Яковлева «Мороловодство в Семипалатинской области». В ней представлены сведения о количестве моральников и моралов в селениях Алтайского ветеринарного участка, о особенностях мороловодства. Следующая статья – Плотникова. Новые и случайные звери и птицы в окрестностях поселка Ямышевского, Павлодарского уезда Семипалатинской области. Автор приводит интересные данные о залете фламинго под Ямышевск. Работа Михаэлиса «Песчаный занос в Семипалатинске». Проживая в Семипалатинске, Михаэлис провел геологическое исследование окрестностей для выяснения происхождения местного песчаного заноса. Он писал, для того, чтобы защитить город от песка, нужно сделать заповедную всякую растительность, запретить рубку леса и кустов. Еще в начале XX века Брюханов описывал пещеру Кон-Раулие, писал о целебной воде озере, которая, как гласила народная молва, исцеляет от различных болезней. Герасимов «К вопросу о рациональном пчеловодстве на Алтае. Краткая заметка. С десяти чертежами алтайского улья». В этой работе Герасимов продолжает изучать пчеловодство. Крюгер. Материалы к изучению озера Карасор. Крюгер дает отчет о поездке на большое соленое озеро Карасор в Семипалатинской области. Автор пишет о географических и ботанических исследованиях, приводит метеосведения. В сборник вошли записки из дневника Мордвиновой «Экскурсия на Алтай. Воспитанец Семипалатинской женской гимназии» в 1909 году. Это записки, в которые интересно описано путешествие 16-летних девушек, учениц 8 класса Семипалатинской женской гимназии. Работа Сидельникова «Поездка к сотке Ашутас на черном Иртыше. Предварительный отчет». Сидельников произвел детальное описание Ашутаса и собрал большую коллекцию отпечатков ископаемых растений. Автор пишет, то, что было встречено, превзошло наши ожидания. Ашутас представляет без сомнения огромную научную ценность. Здесь имеется богатейший и прекрасно сохранившийся материал по фитопалеонтологии. Белослюдов. Отчет о работах археологической экспедиции в окрестностях города Ускимногорска в 1910 году. Летом 1910-1911 годов Алексей Белослюдов принимал участие в археологической экспедиции в окрестностях Ускимногорска и Зайсана, возглавлял которую Каменский, заведующий отделом археологии Российской академии наук. Целью этой экспедиции было выявление и нанесение на двухверстной карте всех археологических памятников этого громадного региона, раскопки мелких курганов, обследование древних надписей на памятниках, обследование древних пещерных жилищ и чудских копий. А также в шестой выпуск записок СРГО вошли Летопись СРГО за 1902-1910 года Отчет Попова по данным Семипалатинской метеорологической станции за 1908-1910 года И отчет о деятельности Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1911 год с протоколами заседаний Распорядительного комитета и общих собраний членов подотдела. Работы, вошедшие в шестой выпуск записок СРГО, характеризуют разностороннюю деятельность географического общества.